Недавно я изменила прическу. Я думала, что мне нравится, но мне не нравится. Потом я увидела его и решила, что хочу подстричься, как у него. Крайне случайно, я отрасту. Она всегда так говорит. Да, это не шутка, это реально голубой цвет. Какая халтурная работа, тебе вообще не стыдно? Бляааа. Не обращайте внимания на мою маску по холоду кубана, потому что там я скрываю волосы. Они полились, но это не важно. Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, что сегодня у нас с вами настал абсолютно легендарный день, особенно для тех, кто давно меня смотрит. Я таки бахнула свои волосы вне блонд. Произошло это абсолютно случайно. Я не планировала это делать, но так уж вышло, что некоторые факторы моей жизни и стрижка, и не очень творительный предыдущий результат скопили все вместе. И поэтому получилось то, что, ну в общем получилось, о чем вы узнаете дальше. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай себе уведомления о публикациях, чтобы для личного ничего не пропустить. И, ребят, хотелось сказать вам огромное спасибо. Вы таки набрали 10 тысяч подписчиков, и именно поэтому это видео вышло сегодня. Вот у нас новый наш рекорд. Следующее видео я выложу, когда будет, соответственно, 10 тысяч подписчиков больше. Если это будет завтра, соответственно, выложу видео завтра. Так что обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут, но я в этом уже не уверена. Я в абсолютном шоке от результата, который получился. Боже, эта ситуация просто сюрнейший сюр, представляете? Я сегодня такая утром лежу, ни о чем не парюсь, не думала, знаю, что у меня сегодня богемное мероприятие с моими богемными подружками, где мы богемно рисуем. В общем, у нас такое арт-пространство для богемных девиц. Я туда тоже вхожу. Ишу салону, где мне должны снять наручные волосы, потому что я планировала сегодня пойти и делать прическу, как у Аята. И они мне такие, типа, так вы же записаны на завтра. Я такая, в смысле, на завтра. Короче, окрашивание у меня сегодня. А на снятие я записалась завтра, тупая, пришлось записаться в рандомный салон, чтобы сняли прямо сейчас. Все, сейчас буду снимать все, что здесь есть. Смотрите, единственное, у меня будет такая просьба. Мы снимаем все, кроме затылка. А вот все, что по бокам, вот здесь, все убираем. Сейчас я вам покажу. Так, а вот эту часть? Я сейчас вам покажу, как должно получиться. Так, все, прощаемся со всем этим добром. Ну, недолго я с ним ходила, конечно. Я не знаю, как сохранить капсулу. Ой, капсулу можете не сохранять, вообще не парьтесь. Да, да, можете в этом вопросе не переживать. Так, кстати, выглядит капсула. У нас не получилось вчера снять самостоятельно. Вот как мы пытались сами снять с подругой. Короче, Груша сказала, что можно взять обычный плоскогубцы и снять именно наращивание волос. Ну на. Я не знаю, что это выйдет. Давай, не знаю, какую-нибудь одну, которая не пятнистая, возьмем. Давай вот отсюда. Не спрашивайте, что мы делаем. Так, давай. Давай прям сильнее. Что, реально? Снялось? Нет. Давай сильнее. Я сейчас просто... Я... Нет? Видимо, у нас неправильные точки. Эх, лайфхак не сработал. Ладно, расходимся. Не получается. Ну ладно. Поэтому снимаю сейчас. Вот такие вот они. И мягочка. Другая сумма. 50 рублей. Одна прядь. Ага. Сохранить максимально вашу. Криш происходит. Вот уж неожиданно. Посмотрим. Внезавный проект получился с рубрик с проверками сайонов. А я и не ожидала. Короче, смысл в том, что... Ну, я пришла на свое время. Пришел еще один человек. Который, они думали, что они придут, но он пришел. И пытаются решить ситуацию. И мне очень интересно, что это выйдет. А что случилось здесь на секрет? Две сестры ко мне ходят на наращивание. И на коррекцию, естественно. Да, естественно, на коррекцию. И вот она записалась вчера, сегодня. Спрашивают, завтра вы работаете? А, понятно. Завтра, может, я, естественно, подумала, что она сегодня... Ну да, перенести на завтра, что логично. Я бы тоже так подумала. Абсолютно даже подумала бы, да. В общем, рассказ очень долгий. Но если вкратце, то клиентка вроде как перезаписалась на завтра, хотя была записана на сегодня. Но в итоге пришла сегодня, когда я уже была тут. Ситуация. А что, решили, она подождет или как? Нет. Не, не подождала. Обиделась? Нет. Ну, она не будет подождать, не выйдет. Ну, хорошо, у меня все... А я уже сижу, да, мы уже работаем. Ну, ладно, возможно, перезапишется на завтра. Я вчера пробовала, интересно, ради тоже сама сделать. Вот это там уже легко, достаточно снимать волос. Вот, я не смогла ни один снять. Поэтому я такая думала... Да, я перепробовала три светла вот. Жесть. Три светла. А, ну да, я вижу, у вас тут три вот этих даже разных штучки. Да, вот, вот я еще зеленую положила. Ага. Ну что ж. А вот, когда обычно приходят, нормально керосином. Там быстро все, раз и снимается, да? Раз, вот помял три раза максимум и снилось. Ну да, я вижу, тут так туговатенько идет. Эх. Короче, мы сняли. На улице какой-то одейший просто снегоподучник. Я второй апреле, емаю. Просто nice. Кстати, ребят, прежде чем мы приступим к окрашиванию, я покажу вам, как все это произошло. Потому что это было рели очень хаотик. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ребяточки, я хочу там набить 100 тысяч подписчиков. Осталось не так много. Если вы мне поможете, я буду очень счастлива. А еще те, кто на меня подписан, во-первых, уже слышали спойлер к моему новому треку. И видели спойлер к прическе. Вообще, коллективно принимали участие в том, что мне поделать. Поэтому обязательно подписывайтесь, я вас там жду. Ладно, не буду больше отвлекать. Поехали. Надеюсь, ты уже успел подписаться на канал. Это какой-то лютейший песос. Я вообще не могу. Почему? На улице-то тепло, как дровный прикол. Ладно, все, идем. Так, давай с тобой повторим, да? Мы с тобой сейчас осуществляем корни. Все верно. Здесь мы все сняли. Да, здесь ничего нет в фабакам, да. И будем стричь твои волосы вот здесь вот у лица. Да, прям максимально люто. И вот здесь вот мы хвост оставляем. Возможно, я здесь еще подберу. Да, подберешь. Вот, чтобы вот здесь был поменьше хвост. Я думаю, сделаем, типа, наверное, профилируем и сделать его маленьким. Хорошо смотрится. Да, мне тоже кажется, что неплохо. Ну, мы там в процессе стрички поймем, что все делать. Все, начнем осветлять. Так, все. Bye. А может, все-таки голубой? Все-таки знаешь, вот реально после относительно короткой стрижки еще и такой суперстранный, очень непривычно даже со странными длинными было с вами ходить. Прям вот мне норм, типа, проще сказать, потому что я даже научилась ее укладывать, потому что твой метод реально сработал. Ну, типа, нет, слишком нормально. Чувствую себя как человек. Это болезнь из всех, кто коротко стрижется. Если однажды постригся коротко, отращивать потом вообще не хочется, потому что, на согласии, с короткой жирным комфортно. Да, когда волосы спешила по 50 минут, и моим супер-мегадайсеном from French, я такая, типа, ну, не, 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 и укладка не 5 минут занимает времени. Я такая, о, в жопу, сложно. Если должен поносить голову головой. Насколько я, когда приду, ну, понятно, что я больше недель не прохожу, я потихону, скорее всего. Достаточно быстро, тяжело убрать. Каким-нибудь с голубым шампунем ты имеешь в виду? Да чем-нибудь, ну, типа, чтобы такой вот план цвет получился. Я делиться, понял. Во-первых, он равномерно не ляжет. Ага. Он будет все пятнами. Я тебе прямо вот обещаю. Что-то будет не ляжет? Да, во-первых, он ровно не ляжет. Ну, блин. Да. Да, во-вторых, от него сложно избавиться. А, голубой сложно, да? Это прямые пигменты, они застывают в волосах, их даже обесцвечивать очень сложно. Они могут застрять настолько, что потом не выведешь. Да, штука опасна. Ну, нет. А твои вот эти все crazy color, это все ерунда, да, тоже? Это crazy color, это тоже прямой пигмент, ровно та же история. Блин. Случайным образом, мастер, которая была по соседству, сказала, что у нее есть легкая голубая краска, которую ей случайно положили, и она ей не нужна вообще. Поэтому. Да его и разбавлять не надо, он местного цвета. А давай-ка мы одну прядочку. А давай бахнем. Да, одну прядочку. Давай. Понимаете, да? Тестируем. Может показаться, что я тебе пудру для нее не надо? Да нормально. Явно с моей головой что-то происходит не так. Показали, что это какая-то хайповая краска, которая в России не производится американская. Вот такая вот. И цвет, смотрите, какой. А нет, это не тот. Вот там вот он был. Это настолько крутая, да, краска? Да, ее практически не пьем. Мы ее больше нет в России. А-а-а. Мы года назад перестали в Россию поставить. Обалдеть. Ну ладно, спасибо большое. У Юли эксклюзив, честно. Абсолютно. Просто оставьте меня из 22-го года. Скажите, что я мало того, что волосы сделаются прокороткими, так я еще и в голубой их покрашу. Я себе никогда не поверю. Потому что я точно помню, что очень много выстиралось на ютубе, что для меня самое главное длинные глазницы и волосы. Потому что это зеленство, но некрасиво. А зеленство должно быть красиво. Обзор на красивость. В тот раз у нас был, короче, сяо. Вот у нас подать была стрижка в тот раз. А-а-а. Это вот оно. Вот кто герой нашей старой стрижки. Да, до этого был. Понятно, а я все лиса-лиса. Да-да, конечно. Ну что ж. Теск прядь, да в целом попит на нее. Я уже все решила, что хочу голубой. И мне вообще попит. Даже если там внезапно что-то будет не супер, как бы с пятнами. Вот честно, наплевать. Просто хочется. Так, помыли. Что мы сейчас с тобой делаем? Сейчас сушимся и тонируемся. Тонируемся с голубой, типа? Да. Ладно. Пойдем. Ой, га, это наша голубая жидкость. Крутецкие. И пугающие. Я сейчас на голову. И нет, это не пудра для осветления. Это буквально мы красим волосы. Это будет коротко достаточно, да? Насколько я понимаю. Ну, вообще, вот настолько коротко я тебе еще точно не стреляю. Ну, в крайнем случае, они отрастут. Она всегда так говорит. Она всегда так говорит. Не все. Не все капсулы вычислили? Да, вот смотри, вот она видишь? Ну, блин, да, реально пропустила. Как она могла вообще? Вот это она, конечно, придумала. С капсулой, блин. Теперь буду тут с одной. Придется дома отрывать зубами. Ну, все, погнали. О, нет, это выглядит даже страшно. Да, реально просто полбашки. Я тяпана. Капец, они супер короткие. У нас реально таких коротких еще не было. Сейчас она скажет, все и обратно. Да, быстро. У меня там волосы с собой нарощенные. А я стараюсь быстро работать, пока ты не приду. Вот пока как там все выглядит. Видим дальше. Да, это не шутка. Это реально голубой цвет. Абсолютно голубой цвет. Я сейчас умру. Я не верю просто, что произошло с моей башкой. Никто не знает, что я поеду сегодня в голубой краситься. Вонючая капсула, блин. Как же так хреново сняли-то, ну? Ну, вон. Две штуки цены. Кошмар. Две капсулы упустили. Вот одна. Я в ужасе. Вот вторая. Я в ужасе. Раз, два, два. Какая халтурная работа? Тебе вообще не стыдно? Я виноват. Ладно, я к вам вернусь, когда все это будет закончено, то я не смогу на себя смотреть. Это будет очень странно. Слишком много хаотичной энергии. Ну что, ребят, покрасили волосы голубой. Все. Теперь нужно сидеть, ждать. Сижу, жду. Так, все. Момент истинный. Снимаем цвет. Голубой. Голубой? Угу. Ну вот. Офигеть. Да, они реально голубые. Они реально голубые. Они реально голубые. Что? Ну что, вы меня не почтены. Только пустые. Я в шоке. Я не могу. Я в ужасе. Я умираю. На следующее утро. Ну что ж, такая вот прическа у меня получилась. Сейчас я пойду уложусь. Попробую сделать укладочку под аяты. И посмотрим, что будет. Ой, я забыла накрасить губы. Мне, конечно, корешесы уже сказали, что я просто буквально какой-то джей-рокер. А еще мне больше я сама себе напоминаю Син Цю, который голубый мальчик. Ну, типа, с головными волосами. Вот у меня цветово, как у Син Цю. Или Син Цю, это тот, который Гидро. Блин, ну, короче, я забыла, как его зовут. Это точно не Беннет. Порт и вид. Что-то я понимаю. Мне очень нравится. Теперь я вообще хочу вот так вот подстричься, потому что мне кажется, что выглядит nice. Да нет, ладно, не парьтесь, не будь такого. По крайней мере, не сегодня. Ну, собственно, конечный результат выглядит как-то так. Не знаю, как вам. Мне нравится, что пипец. Просто не могу насмотреться. Выглядит, конечно, очень необычно. Прям максимально. Не понимаю, на кого я похожа. Не уверена, что я прям похожа на аяты, но его прическа мне супернравится. Напишите, как вам, что вы думаете. Раньше все еще было лучше, не забываем про это. А я вас всех люблю, всех целую. И всем пока. До новых встреч. Напоминаю, что следующее видео будет, когда подпишет 10 тысяч человек.